МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это бурно отреагировала Алла Глушенко. Все плохо, понимаете, ребята? На мировом уровне вы ноль все. Но при этом вы говорите, что у вас все плохо. Вы не понимаете, просто вы 800 сделали в 9 вечера, а пятерку в 5 вечера, ну где логика? Почему Никитин не выступает на главных международных стартах, известно. Причиной стали последние события, связанные с допинговой дисквалификацией и геополитической обстановкой. Сам легкоатлет после соревнований прокомментировал этот инцидент. На его взгляд, вполне можно было сверстать программу стартов так, чтобы дисциплины, где важна выносливость, не проводили в самое пекло. В те дни в Челябинске температура воздуха поднималась к отметке плюс 30. У меня больше, я возмущаюсь, что кто писал такую программу, что пятерку в 5 вечера поставить. 800 в 9 вечера, а пятерку в 5 вечера в жару, там, 28 градусов. В 17-й год провели в 10 вечера пятерку. Вообще было шикарно, просто классно было бежать в такую погоду. Даже некоторые сходили? У нас на пятерке 7 человек сошло. В адрес тех, кто разместил эту видеозапись, поступают настойчивые предложения удалить ее. Случившееся бурно обсуждают в соцсетях люди на стороне спортсменов. И, мягко говоря, осуждают такое отношение к ведущим спортсменам, которые и так оказались в сложнейшей ситуации. Сказать человеку, который несколько лет к ряду ставит национальные рекорды, не просто не выезжая на международные соревнования, но и бегая в одиночестве за отсутствием конкурентов, что он ноль на международном уровне, признак не просто профнепригодности как спортивного журналиста, но и ментальной несостоятельности как человека и гражданина. А сравнение его результатов, которые, к слову, на вполне себе международном уровне, с результатами норвегов, астматическая болезнь которых в спортивной среде уже стала понятием нарицательным, ставит точку в профессиональной пригодности. Напомним, Владимир Никитин, представляющий Москву и Пермский край, в тот день стал победителем забеги на 5000 метров. Его результат 13 минут 19 секунд и 58 сотых. Можно было замахнуться на рекорд, но не в таких условиях. Впрочем, расписание чемпионата далеко не единственная проблема. Есть и другие сложности, которые не добавляют оптимизма. Владимир Никитин показывает высокие результаты на протяжении долгих лет. Он шестикратный рекордсмен России на дистанциях 1 миля, 5000 метров помещения, 10 километров на шоссе в полумарафоне. 21 раз становился чемпионом России. Кто загрязняет водоемы? В городе Чусовой местные жители заметили подозрительные пятна на поверхности реки, сообщает телеграм-канал Пермский край. Люди полагают, что неизвестные могли слить отходы производства, приехав на берег Чусовой. Весь берег в мазуте. Вся речка в мазуте. Ситуация возмутила чусовлян. Факт загрязнения реки люди активно обсуждают в соцсетях. И надеются, что надзорные органы обратят внимание на инцидент. Обнаружили разлив огромного количества мазута вдоль берега реки Чусовой. Все это как раз находится вблизи Чемызе. Камы и Пермяки спасибо скажут за это. Местные жители рассказали, что неподалеку от места, где появились пятна, находится крупное промышленное предприятие. Ситуацию прокомментировали в Министерстве природных ресурсов Пермского края, сообщает издание «Новый компаньон». Загрязнение водного объекта федерального значения – полномочия Росприроднадзора. По договору с ним специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений выезжают на место загрязнения для отбора проб воды и почвы. Новые похождения Патрикеевны. В очередной раз в Перми заметили лису. На этот раз она разгуливала в районе остановки Пермская ярмарка. В темное время суток животное расположилось на газоне, где, по всей видимости, нашлась какая-то еда. Днем ранее мы рассказывали о визите рыжей хищницы в центр города. Пермяки сняли ее на улице Пушкина. Заметив людей, лиса убежала во дворы домов на Комсомольском проспекте. В город эти дикие звери зачастили. Не так давно лисицу видели и на улице Старцево. Специалисты отмечают, такие встречи с животными для людей могут нести смертельную угрозу. Хищники, зараженные бешенством, могут проявлять себя по-разному. Иногда они агрессивны, иногда тянутся к человеку для того, чтобы получить еду. Такое поведение для здоровой особи не характерно. При заражении человека и появлении начальных симптомов бешенства летальный исход практически неизбежен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова